Меня зовут Пуртова Ксения, я работаю в лаборатории искусственного интеллекта и еще в Центре искусственного интеллекта работы в университете Лобачевского. И сегодня я хочу поговорить о проблеме корректной постановки эксперимента во задачах машинного обучения. Рассматривать я это буду на примере диагностики по ЭКГ. Сердечно-сосудистые заболевания – это общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов. В 21 веке эти заболевания являются основной причиной смертности населения во всем мире. Поэтому многие группы ученых занимаются прогнозированием и распознаванием этих заболеваний, делают это они по сигналу электрокардиомиограммы. Что такое ЭКГ? Это сигнал, который отображает электрическую активность сердца. По этому сигналу врачи визуально определяют, является сердцебиение пациента нормальным или ненормальным. ЭКГ состоит из изолинии, из различных зубцов, которые бывают положительными и отрицательными. И сегментов между этими зубцами. Отклонение этих зубцов или линии от нормального состояния может говорить о различных заболеваниях сердца. И одним из таких распространенных отклонений в работе сердца является фибрилляция предсердия. Это наиболее распространенная аритмия. Около 2% людей страдают этим заболеванием. Этот показатель растет в последние годы и в ближайшие 50 лет он, скорее всего, тоже будет увеличиваться из-за старения населения. Хроническое течение этого заболевания приводит к увеличению риска летального диагноза примерно в 2 раза. Как ставится диагноз фибрилляции предсердий? В норме мы видим зубец П. Он отвечает за возбуждение предсердий. И также в норме интервалы между сокращениями сердца одинаковые. Что происходит при фибрилляции предсердий? Зубец П мы уже обнаружить не можем. Вместо него имеется множество волн, которые называются F-волнами. А интервалы между сокращениями уже неравномерны. Ручная интерпретация ЭКГ занимает много времени, требует привлечения врачей для постановки диагноза. Поэтому исследователи по всему миру ищут способы облегчить работу врачей. В том числе разрабатывают различные методы автоматической интерпретации записи ЭКГ. В частности, для этого можно применять методы машинного обучения. Какие особенности есть у этих данных? По сути, записи ЭКГ – это временные ряды. При подключении электродов для измерения ЭКГ получаются различные варианты записи активности сердца. Это называется отведение. Самый распространенный вариант – это 12 отведений. Этот вариант используется в больницах для измерения ЭКГ-покоя. Какие еще есть особенности? Записи могут делаться с разной частотой. Самый распространенный – это 250 Гц или 500, но бывают и другие. Ой, что-то не пролисталось. Но бывают и другие. Поэтому, когда вы смешиваете, например, разные базы данных, вам нужно эти данные приводить к одной частоте. И похожая особенность данных – это данные могут быть в разных единицах измерения, поэтому тоже их нужно приводить к этому формату. То есть милливольты или микровольты. Какие есть проблемы при работе с ЭКГ? Очень часто записи бывают с различными шумами. И перед подачей данных модели нужно проводить фильтрацию от разных типов шумов. То есть от дыхания шум, от мышц или от электроприборов. Другая проблема – это то, что баз данных с ЭКГ очень мало, а создавать их довольно затруднительно. Еще одна проблема с базами данных – это что в базах данных часто бывает представлено мало пациентов. Либо то, что в базах данных мало диагнозов представлено. И либо очень мало примеров редкого класса, либо вообще нет баз данных с редким классом. И такая последняя проблема, которая уже относится непосредственно к разработке модели и часто встречается – это неправильное ждение данных. Особое внимание следует уделять тому, как исходный набор делится на обучающую, на тестовую выборку. Например, при поиске перспективных методов анализа ЭКГ для использования в проектах нашей лаборатории я изучила много статей, и все их можно поделить на два типа. Работы, в которых явно говорится о разбиении данных таким образом, что записи от одного пациента они попадают либо в обучающую группу, либо в тестовую. И работы, в которых это не указано. И в таком типе работ метки качества получаются значительно выше. В то время как для разбиения с учетом пациентов они значительно ниже. Как-то это подозрительно. Поэтому целью моей работы является анализ способов разбиения данных, потому что крайне важно тщательно проверять, как была обучена модель. Были ли фрагменты записи ЭКГ одного пациента разделены по разным выборкам, или же они полностью содержатся только в одной. Об этом и будет речь в моем докладе. Рассматривалась следующая статья. В ней были получены очень высокие метрики качества. Какими ее были особенности? Основная особенность – это то, что в модель подаются отдельные сокращения сердца, удары сердца, а не длинные записи ЭКГ. Это интересно потому, что всего по одному сокращению врачи не могут поставить диагноз. А тут вот нейронная сеть может еще с такими высокими метриками качества. Во-вторых, модель использовалась для классификации на четыре класса, и эти классы были несбалансированы. Какие еще моменты есть в этой статье? Использовалась небольшая база данных, проводилась фильтрация в три этапа, использовалась гибридная модель, и в качестве функции потерь использовалась focal loss. Она как раз используется для решения проблемы дисбаланса данных. Чуть подробнее про базу данных. Так, база данных от Массачусетского технологического университета по фибрилляции предсердий. Она включает в себя 23 сигнала, то есть там всего 23 пациента представлено. Это двухканальные записи ЭКГ длительностью 10 часов с частотой записи 250 Гц. Среди этих записей есть пациенты с фибрилляцией предсердий, и классы несбалансированы. То есть можно видеть, что два класса значительно представлены, а два класса вообще практически у них нет примеров. С этой базы данных производилась предобработка. Использовалось несколько фильтров. Первый фильтр избавлял от плавающей изолинии, то есть это шум, который возникает при дыхании. Следующий фильтр избавлял от помех электроприборов, других высокочастотных составляющих шума. На следующих слайдах можно будет увидеть такая мелкая волна по всему ЭКГ. Следующий фильтр избавлял от гауссовского белого шума, и в конце предобработки данных запись делилась на отдельное сокращение сердца. То есть 10-часовая запись, из нее выходило много отдельных комплексов. Результаты фильтрации были следующими. То есть как раз мы здесь можем видеть эту мелкую волну, про которую я говорила, от электричества. Такой получался фильтрованный сигнал. Функция потерь, которая использовалась, в чем ее особенность? При увеличении фокусного параметра можно набрать следующую зависимость. То есть примеры, которые хорошо классифицируются, они меньше влияют на функцию потерь, а те, которые классифицируются плохо, влияют лучше. Про архитектуру модели. На вход подавался один комплекс. Далее были 13 скрытых слоев. Это блоки сверточные и блоки LSTM. И на выходе предсказался один из четырех классов. Какие получились результаты? При использовании разбиения, которое было написано в статье, получили следующий результат. Мы можем видеть, какие хорошие. То, что падает ошибка почти в ноль, точность почти в 100. Использовалась статифицированная кросс-валидация на 10 фолдов. То есть статифицированная, напоминаю, что с сохранением пропорции класса. Метоки у нас получилось воссоздать те же, что были указаны в статье. Эксперимент проводился с их разбиением, но возникает вопрос, правильно ли так проводить эксперимент. Потому что использованный подход может приводить к тому, что данные из одной записи ЭКГ попадают в обучающие группы и в тесты. И в ходе исследования проводились эксперименты с обычной и статифицированной кросс-валидацией, которые помещают комплексы записей ЭКГ одного пациента в одну и ту же группу. Все остальное остается таким же, что та же модель, та же функция потерь. Какие мы получаем результаты? Для обычной кросс-валидации уже с учетом пациентов мы видим то, что и модель сразу приобучается, ошибка у нее растет, точность у нее падает. И то же самое мы получаем и для статифицированной кросс-валидации. Ничем особо не отличаются эти метрики, также модель практически сразу приобучается. И если мы сравним метрики качества, мы увидим то, что, например, точность модели просто с статифицированным разбиением очень высокая, а уже с учетом групп метрики значительно меньше, и статифицированная кросс-валидация или обычная уже не так сильно влияет. То же самое и с другими метриками качества. Если пациенты не учитывались при разбиении, метрики качества высокие, если учитывались, то они значительно нервны. И такой вывод из моей работы, что неправильно так разбивать данные, надо всегда учитывать пациентов. И разбиение данных, при котором участки записи одного пациента попадают в разные группы, приводит к искусственному завышению метрики качества. Правильно же обеспечивать подание данных из одной и той же записи, когда я либо в обучающую, либо в тестовую выборку целиком. И когда нужно быть внимательными, то есть существует, как я показала в обзоре, очень много научных статей, где приведены высокие метрики качества. Если вы захотите воспроизвести этот метод, например, в своей работе, вы либо сразу получите плохие результаты и будете расстроены, потому что вы правильно эксперимент провели, либо вы сделаете такую же ошибку, и плохие результаты получите уже в продакшене, как бы, на реальных данных. Поэтому нужно быть аккуратными, нужно внимательно относиться к тому, как ставится эксперимент, и в научных работах, и в своей работе. У меня все.